Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, Святая Церковь воспоминает по плоти обрезания Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, предлагая за богослужением для нашего назидания отрывок из 2 главы Евангелия от Луки, стихи с 20 по 21 и с 40 по 52. Послушаем это евангельское зачало в прочтении и радиакона Отца Александра. Во время оно, возвратишеся пастырие, славяще и хвалище Бога всех, я же слышаше и видиша, яко же глаголано бысь к ним. Игда исполнишеся осемь дни, да обрежут его, и нарекоша имя ему Иисус, нареченное ангелом, прежде даже не зачаться во чреве. Отрача же растяшей, крепляшися духом, исполняйся премудрости и благодать Божия бенанем. Их аж даст родители его на всякое лето во Иерусалим в праздник Пасхи, Игда быть вдвою на десяти лету восходящим им во Иерусалим по обычаю праздника, и скончавшим дни, и возвращающимся им поста отрок Иисус во Иерусалиме, и не разуме Иосиф и мать Его, мневша же Его в дружине суща предоста дне путь, и искаста Его в осродницах, и в знаемых, и не обретший Его возвратисто сего Иерусалим, взыскающий Его, и быть по трие дне хабритост Его в церкви, сидящего посреди учителей, и послушающего их, и вопрошающего их. Ужасаху зажевси послушающий Его о разуме, и ответих Его, и видюши Его девистося, и к нему мати Его рече, чадо, что сотвори нам атако, се отец твой и аз болящий, и скахом о тебе. И рече к нима, что як искаста мене, невеста ли я ковтех, я же отца моего, да стоит быть ими. И та нерус до места глагола, его же глагола има, и сниди с нима, и приди в Назарет, и бе повинуйся има, и мати его соблюдаше вся глаголы сия в сердце своем. И Иисус, приспевавши премудростью и возрастом, и благодатью Бога и человек. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его во чреве. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители выходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Удивительно, дорогие братья и сестры, что первыми весть о рождении Спасителя в мир получили пастухи. Ортодоксальные иудеи презирали пастухов, так как они не могли совершать все детальные установления закона. Но именно им, простым людям полей, была первым послана весть Божия. Хотя Господь и осуждал непомерную ношу различных предписаний закона, о которых так пеклись фарисеи и законники, Он пришел в этот мир исполнить закон. Тот закон, который Сам дал людям для спасения. Одним из таких древнейших норм закона было повеление праотцу Аврааму и через него всему еврейскому народу совершать обрезание, как символ завета между Богом и Его избранным народом. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Так и в восьмой день после рождения в мир Господь наш Иисус Христос был принесен к священнику для совершения над ним ветхозаветного чина или таинства обрезания крайней плоти. Как говорил святитель Дмитрий Ростовский, в обрезании владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении своем. В рождении он принял образ человека, в обрезании же он принял образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех. Господь пришел установить новый закон, но вместе с тем ему необходимо было исполнить и ветхий. И вот он с самого своего рождения начинает исполнять закон посредством священнодействия, которому его приносят причистая Дева Богородица Иосиф Обручник. Таким образом, законодавец первый подчиняется закону. Чинобрезание был не единственным обрядом, совершенным на восьмой день после рождения ребенка. В этот день также нарекали имя. Именно поэтому мы читаем в Евангелии. «Дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его во чреве». Имя Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа, что является сокращением от имени Иехошуа, состоящая из корней слов Иехова о гласовке священной тетраграммы Яхве имени Бога, явленном пророку Моисею на горе Синай, и Шуа, что в переводе означает «спасение». Это имя было весьма распространено среди иудеев. Чаще всего детей называли так в память ученика пророка Моисея и завоевателя земли Израильской Иисуса Новина. И в этом случае имя переводили как «Бог спасения его». Но после того, как нам была явлена тайна Бога воплощения, перевод имени Христа стал более понятен «Бог спаситель». И как отмечает митрополит Вениамин Фетченков, дело Господа Иисуса Христа в одном имени – спаситель. И Иисус – имя Ему. Как это и отрадно, и важно, и понятно. В эти дни, дорогие братья и сестры, нам вновь открывается вся полнота божественной любви. «Спаситель со дней своего младенчества начинает претерпевать боль телесную, а затем и боль сердечную о каждом из нас, исполняя закон от начала дней своего рождения до момента крестной смерти. Нам же остается лишь с чувством благодарности принимать эту любовь, сохраняя ее в своем сердце и делясь ею с людьми вокруг нас. Помогай нам в этом, Господь!» Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok